В последний день трансферного окна Барселона провернула громкую сделку. Каталонцы за 31 миллион евро подписали 20-летнего вингера Франсишку Тринкау, которого на родине называют ни много ни мало новым Криштиану Роналду. Тринкау подписал с Барсой контракт до 25-го года. Его клаусула в новом клубе составляет 500 миллионов евро, а сам парень присоединится к синегранатовым летом. Что же это за футболист и действительно ли он сможет пойти по стопам своего легендарного соотечественника? Разберемся в этом видео. Ну а вам предлагаем написать в комментариях, какого новичка в составе Барселоны ждете вы. Тринкау ворвался в большой футбол благодаря клубу Брага. В Академии Порту парня забраковали с формулировкой «Он технически одарен и быстр, но таких как он у нас много». Так что футболисту пришлось перебраться в Академию более скромного клуба. И в результате от этого выиграли обе стороны. Что интересно, в Браге не спешили форсировать события. Тринкау был звездочкой всех молодежных команд клуба. В 15-летнем возрасте его привлекли в состав дублирующей команды. А как только парню исполнилось 16, с ним тут же подписали профи-контракт. Дебют Тринкау за вторую команду состоялся в 16 лет. И таланта на протяжении двух сезонов продолжили держать в ней, чтобы вингер в третьей по силе Лиги Португалии набрался опыта. При этом тренеры постоянно хвалили парня и в интервью говорили, что очень скоро он о себе еще заявит. Так, собственно, и произошло в нынешнем сезоне. Рубен Амурим сменил на тренерском мостике Браге Рикарду Сапинту и помог раскрыться Тринкау. Способствовала этому смена тактической схемы. Брага перешла на модную формацию 3-4-3. И Франсишку в ней стал играть важную роль. На момент оформления сделки с Барсой Тринкау наиграл в текущем сезоне 22 матча, в которых трижды забил и шесть раз помог отличиться партнером. Португалец тяготеет к позиции правого нападающего. Его сильными сторонами являются скорость, техника и отличное видение поля. Фирменный прием Тринкау, смещение с фланга в центр и удар с рабочей левой. Именно за эти скиллы паренек и нарвался на сравнение с Криштиану. Но сам Тринкау не очень любит, когда его называют новым Роналду. В одном из своих интервью он сам себя сравнил с другим футболистом. Куда мне до Роналду? Он уже выиграл все трофеи, а я только начинаю свой путь. Все знают, что я считаю Криштиану своим кумиром, но себя по манере игры я скорее ассоциирую с Риадом Морезом из Манчестер Сити. Немало позажигал Тринкау и в составе португальских молодежек. В 2018 году он привел свою сборную к победе на Евро Ю-19. Фран забил пять голов на турнире, причем два раза он огорчил соперников в полуфинале и один гол забил в финале. За взрослую сборную Португалии Тринкау пока не дебютировал, но очевидно, что это вопрос времени. За талантом охотилась не только Барселона. Ювентус пытался взять его в аренду с правом выкупа за 15 миллионов евро, но эта сумма только посмешила руководство Браги. Летом о покупке Вингера долго думал Пеп Гвардиола, но решил отложить эту сделку еще на сезончик. Зимой с конкретным предложением на Брагу выходил Лион, но французский клуб вышел из игры, как только узнал, что Тринкау дал предварительное добро на переход в Барсу. Естественно, не последнюю роль в переходе португальца сыграл его агент Жоржо Мендеш. На этой сделке он при успешном развитии событий сможет заработать около 7 миллионов евро. Среди слабых мест Тринкау эксперты отмечают, что он крайне неохотно помогает в оборонительных действиях команде. Увидеть Франсишку в подкате – это нечто из разряда фантастики. Но, судя по всему, паренек банально бережет ноги и боится получить повреждения. Болельщики Барселоны относятся к этой сделке достаточно осторожно. Тринкау, несомненно, талантливейший игрок. Но сумеет ли он безболезненно перенести переход на новый уровень, покажет только время. Ничего конкретного о новичке не сказал и Кике Сетьен. Сделка по Тринкау была близка к своему завершению, когда мне предложили возглавить Барселону. Поэтому от меня в данном вопросе ничего не зависело. Это решение клуба, и я его поддерживаю. В общем, понаблюдать за карьерой этого парня в Барселоне будет очень и очень интересно. Ну а пока не менее любопытно следить за его игрой в Браге, ведь он с каждым матчем обретает всю большую уверенность. В FIFA 20 у Тринкау серебряная карточка с рейтингом 71. В режиме карьеры португалец стартует с общего рейтинга в 75 и при стандартном развитии растет до 88 и выше. Футболист в игре стоит 12,5 миллионов виртуальных евро. Он может закрыть позиции на левом и правом фланге атаки. Ставь лайк, если желаешь удачи Тринкау и хотел бы, чтобы он заиграл в Барсе. И не забывай подписываться на Кибербол. Всем спасибо за просмотр и до скорого. Субтитры сделал DimaTorzok